Коллеги, привет! Я сегодня начинаю. У меня тема «Как узнать, что думают о вашем бренде и влиять на мнение клиента?». Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Хиндиканин Екатерина. Я являюсь директором по продуктовому развитию сервиса Ruki.ru. Уже более 12 лет создаю технологические продукты, из которых последние 8 лет – это продукты в сфере диджитал, в сфере маркетинга, и последние, наверное, 3-4 года, в том числе, по направлению работы с репутацией. О чем сегодня поговорим? Первое. Как имидж бренда влияет на путь клиента к покупке? Наверное, один из самых главных вопросов, с которым сталкиваются владельцы бизнеса или маркетологи при начале работы с репутацией и при проработке репутационной стратегии. Второе. Как проводить анализ онлайн-репутации? Третье. Дам чек-лист, как эффективно работать с мнением аудитории. Ну, начнем с первого вопроса. Как имидж бренда влияет на путь клиента к покупке? Если говорить про деньги, про цифры. Первое. Каждая звездочка рейтинга увеличивает продажу на 9%. Это все цифры из различных исследований, поэтому переносите на свой бизнес и считайте свою упущенную выгоду. Второе. Три из четырех потребителей больше доверяют компании, если она имеет положительные отзывы. То есть это 75%. Это огромная доля потребителей. Третье. В среднем потенциальный покупатель читает 7 отзывов. После этого у него складывается устойчивое впечатление о бренде, о компании. Тут уже вам решать. Посмотрите на текущую ситуацию. То есть какие у вас сейчас отзывы написаны у вас в интернете. И представьте то, как будущий клиент потенциальный видит вашу компанию. Посмотрите последние там 7 отзывов. А где их смотреть? Разберемся дальше. Дальше. 49% ожидают увидеть по крайней мере 4 звезды рейтинга. 4 звезды рейтинга – это считается уже такая хорошая компания, которой можно доверять. И клиенты, когда смотрят на рейтинги, принимают решение о покупке, глядя на эти звездочки. Где эти звездочки посмотреть? Где этот рейтинг посмотреть? Также сегодня посмотрим глазами потребителей. 97% потребителей ищут в интернете отзывы о товаре перед его покупкой. Расскажу, наверное, историю, почему столько много потребителей ищут отзывы в интернете. Это случилось в период, когда настала у нас пандемия, когда люди сидели дома, и они не могли пощупать, потрогать товар. И ориентиром было только мнение других покупателей. То есть кто уже купил. И отзывы набрали огромную популярность за последние несколько лет. И это является одним из главных механизмов, в том числе и работы с другими каналами, усиления других каналов. Кто же видит клиент ваш бизнес своими глазами? Давайте разберемся, где клиент видит упоминание о вас, где он видит эти звезды рейтингом. Первое – это поисковая выдача. Например, вот в Яндекс по запросу «Купить посудомоечную машину». Мы видим то, что это коммерческий запрос. Мы видим рядом с блоками выдачи звездочки. Звездочки есть не везде. Но если у вас там главная страница есть в поисковой выдаче, и напротив нее есть вот эти вот звезды рейтинга, это значит то, что вам обязательно нужно работать по этому направлению. Потому что эти звезды влияют в том числе и на конверсию в тех каналах, которые напрямую связаны с поисковой выдачей. Это контекстная реклама и это органик. Дальше. Ну вот мы видим, как выглядят эти звездочки рейтинга и в Яндекс браузере. Это звездочки, которые говорят о репутации именно сайта. Также в картографических сервисах, вот справа мы видим. Если говорить про Google, то там абсолютно такая же история. То есть это звездочки, когда, например, мы приезжаем в другой город и хотим найти место, где покушать, мы заходим в карты, мы вбиваем ресторан какой-то с какими-то особенностями. То есть мы вбиваем поисковый запрос, коммерческий поисковый запрос и получаем на него рекомендации с рейтингами этих заведений. И, наверное, многие из вас подтвердят то, что да, мы не пойдем кушать заведение, у которого три звезды стоят на каких-либо там картографических сервисах. Мы пойдем туда, где много отзывов и хорошие рейтинги. Если говорить про какие-то другие площадки, где присутствуют тоже отзывы и рейтинги, например, отзывики. Присутствие вас на отзывиках дает вам, во-первых, дополнительные строчки в поисковой выдаче. Во-вторых, это дополнительное упоминание о вас, а значит, и потенциальный приток трафика на ваш сайт, на ваш продукт. Первое, если вы продвигаете какой-то персоналию, например, какой-то человека, то это больше трафика, которые знают что-то об этом человеке. Второе, это маркетплейсы и агрегаторы. Ну, например, Озон, Ламода, Wildberries, Яндекс.Маркет и другие агрегаторы, которые мы знаем. Там тоже мы знаем то, что и продвижение в топ поисковой выдачи внутри агрегатора строится на базе отзывов и рейтингов. И, соответственно, клиенты тоже, принимая решение о покупке, смотрят на эти рейтинги. И, конечно же, магазины приложений. Если у вас бизнес имеет магазин приложений и он пользуется популярностью, то обязательно обращайте внимание на то, какие рейтинги у вашего приложения. Далее. Это пример отзывов на отзывиках, таких как вот Арекоменд, отзывик. И вот тут такой вопрос теоретический. Мы видим четыре представленных велосипеда. Примерно одной категории. Это детский велосипед. И попробуйте ответить на вопрос, какой из этих велосипедов вы бы взяли. То есть, если при прочих равных характеристиках. Вот вы первое, на что обращаете внимание. Первое, это вот эти вот пресловутые звездочки и рейтинги, которые мы видим. Но я сейчас могу показать вам кейс, при котором я точно скажу, где бы вы не взяли этот велосипед. То есть, рейтинг 3,6, как мы помним, меньше четырех. Если рейтинг, то клиент принимает решение о покупке отрицательно. То есть, он не покупает такой компании. Далее. Как я уже говорила, присутствие в поисковике этих звездочек влияет на органику. То есть, если вы работаете с SEO и вы видите то, что рейтинг у вас достаточно низкий, это 100% сигнал о том, что надо его прорабатывать. Иначе ваша работа с SEO будет тоже не очень эффективной. Плюс, если вы представлены в агрегаторах и если вы представлены в контекстной рекламе, то эти звездочки тоже туда подтягиваются. И вы тоже можете тратить деньги впустую, если вдруг у вас там рейтинг 3,5, скажем. То есть, всегда будут выигрывать те, у кого рейтинг выдачи выше. Далее. Отсутствие в соцсетях. Тут важна обязательно системная работа с клиентами, потому что я всегда говорю о том, что отзывы – это не только вот эти вот звездочки. Это ваш главный инструмент для доработки продукта. Если у вас есть какой-то плохой отзыв, вам его кто-то написал, оставил, обязательно анализируйте их, обязательно анализируйте, что не нравится вашим клиентам. Ну, конечно, первое, что стоит сделать, это проверить наличие, ну, то, что это действительно покупка была совершена, там, услуга оказана не очень корректно. И есть какие-то нюансы, которые следует учесть в будущем. В этом случае обязательно поблагодарите клиента за такой отзыв и проработайте продукт таким образом, чтобы в дальнейшем ваши клиенты не сталкивались с такими ситуациями, при которых хотелось бы в дальнейшем поругаться на вашу компанию, бренд, продукт или на какой-то персональ. Далее. Ну, вот мы видим то, что, да, в медицине очень тоже популярная тема – это работа с отзывами, выбор клиники, выбор специалиста. По отзывам также это, например, следующее – это TripAdvisor, это гостиничный бизнес, это туризм, тоже популярная история с отзывами. Если говорить, как же проводить анализ онлайн-репутации. Существует на самом деле два метода. Первое – вы проводите его сами в ручном режиме. Если у вас позволяет время, если у вас позволяют ресурсы, если у вас есть, например, специальный человек, который этим занимается, то самостоятельный анализ репутации, из чего будет состоять. Первое. Вы заходите в поисковики и вбиваете ваш бренд. Брендом может быть либо продукт, либо какой-то зарегистрированный товарный знак, либо это ваша фамилия. Ваша фамилия тоже может быть брендом, если вы специалист, который продвигает себя сами. Ну, то есть если вы специалист каких-то узких направленных областей. И пишите ваш бренд, отзывы, потом отзывы о ваш бренд, отзывы про ваш бренд. Далее. Смотрите рейтинг в картографических сервисах. Это Яндекс.Карты, Google Maps, 2GIS. Проверяйте рейтинг сайта. Например, заходите в Яндекс.Браузер, нажимаете в строке браузера на такой значочек с замочком. Там открывается впадающее окно, в котором вы нажимаете отзывы и смотрите, что пишут про ваш сайт. Это является очень хорошей обратной связью для доработки сайта. Если вдруг там есть негатив, обязательно поблагодарите клиента за то, что он оставил этот отзыв. Уточните все детали и доработайте свой продукт, свой сайт по обратной связи. Далее. Рейтинг на отзывиках. Zoom, Елая, Рекоменд, куча отзывиков профильных. Тут все не стало перечислять. Сами, наверное, лучше знаете ваши тематики, какие это отзывики, какие это площадки. Далее. Отзывы в соцсетях. Отзывы в соцсетях. И скажу еще раз. То есть нужно работать с клиентом на лояльность, нужно работать с клиентом на долгосрочное сотрудничество. Никому же не интересны клиенты-однодневки, которые один раз купили, а мы потратили на них кучу денег на то, чтобы привлечь этого клиента. Всем интересны повторные покупки. И далее. Ну, то есть отзывы на профильных сайтах. Дальше вы везде смотрите, какой сейчас там рейтинг, какие сейчас отзывы, как часто они пишутся. И стимулируйте своих клиентов эти карточки на различных площадках заполнять. То есть случился у вас продажа, покупка, вы попросите клиента оставить отзыв, например, дать ему скидку на следующий заказ. Клиент будет счастлив и поделится своей обратной связью, поделится с вами впечатлениями от работы с вами. И это будет плюс один отзыв в вашей копилочке. Далее. Если говорить про автоматический анализ репутации, тут привела несколько сервисов, которыми можно пользоваться для автоматического отслеживания работы с репутацией. Но это если в случае, если у вас много проектов, мало времени, и есть деньги, которые позволяют вам этими сервисами воспользоваться, потому что все сервисы платные, сервисы предоставляют классную аналитику, которая может в различных разрезах показать вам текущий статус работы с отзывами, текущую тональность отзывов, последние упоминания и так далее. Добрались до чек-листа. Как эффективно работать с менюмом аудитории? Ну, тут первое. Это какие выбрать площадки для работы с репутацией? Первое – картографические сервисы. Второе – охватывайте новые площадки-отзывики. Это повысит вам брендспрос, повысит упоминания в органике, то есть вы по различным отзывам, по различным запросам будете тоже показываться. И далее – площадки, где уже были представлены, и отзывики. Там обязательно нужно прорабатывать дальше работу с отзывами через лояльность с клиентами. Четвертое – профильные площадки. Говоря по работе с клиентами, это может быть работа со скидками за отзыв, это может быть какие-то бумажные указатели о том, что, пожалуйста, оставьте отзыв о нас вот здесь. И это может быть, например, триггерные какие-то email-рассылки. После того, как с вами клиент поработал, купил что-то, заказал, вы просите клиента оставить свою обратную связь на определенных площадках. Как отрабатывать негатив? Первое – уточните о том, что действительно было место такого события, то, что это действительно была произведена, ну, клиент купил у вас этот товар, услугу и так далее, что это действительно имело место быть. Никогда мы не хамим клиентам, не говорим, что не может такого быть и так далее. Мы уточняем детали. Если детали нет, то мы можем направить претензию, просьбу удалить этот отзыв администраторам, модераторам площадки, на которой этот отзыв размещен. И в этом случае после рассмотрения администрации площадки отзыв, скорее всего, будет удален. Разные площадки работают по-разному, но в большинстве случаев работает именно так. Очень интересно. Друзья, я напомню, что вопросы летят несколько секунд, поэтому задавайте. А у меня пока, пользуясь тем, что у меня связь с Катей быстрее, я спрошу, скажи, пожалуйста, а как, ну, то есть, во-первых, я так понял, что репутация – это такая сложносоставная штука, состоит вот из нескольких, не знаю, параметров, что ли, да? И тогда, исходя из этого, а как посчитать, то есть, вот сколько для бизнеса может стоить работать с репутацией? Очень интересный вопрос. Я в начале своего доклада рассказывала о том, что на базе исследований в среднем 9% стоит вам работать с репутацией, то есть 9% ваших продаж. Каждая звездочка рейтинга увеличивает продажи на 9%. Если у вас 3 звездочки, будет 4, будет на 9% больше продаж. Как правило, если говорить про потери от плохой репутации, то есть это первое, то есть это клиенты, у которых много клиентов, потому что, ну, для всех хорош не будешь, и, ну, конечно, найдется кто-то, кто, ну, что-то не понравится. Второе – это клиенты с огромным, ну, с большим, с приличным таким чеком, у которых одна потерянная покупка будет очень дорого стоить. Соответственно, если вы сейчас не работаете с репутацией, и у вас достаточно низкие рейтинги, либо вы отсутствуете на тех площадках, на которых конкуренты присутствуют, то вот примерно 9% вы теряете. Конечно, это зависит от тематики бизнеса, от размера бизнеса, от географии и, там, других параметров, но в среднем можно посчитать вот так, и это будет упущенная вами выгода, если вы сейчас не работаете с репутацией. Кать, ну, а вот немножечко по суммам, ну, все-таки, я понимаю, что это такое среднее по больнице, но хотя бы, вот, я не знаю, от и до, вот, все-таки, в какие бюджеты это может выливаться? Если говорить про работу с репутацией и сколько это стоит, то это может стоить от десятков тысяч рублей, не 10, а десятков тысяч рублей в месяц для, там, компании или персонали до сотен и миллионов тысяч. Это зависит тоже от количества клиентов, которые у вас есть. То есть если мы говорим о бизнесе размера одно, там, кафе, один ресторан в одном городе, то это, ну, одна сумма. Если мы говорим о федеральной сети кафе или, там, федеральном каком-то франшизном предприятии, вот, то тоже, соответственно, эта уже сумма скорее будет сотнями тысяч измеряться. Это что касается проработки репутации. А упущенная выгода, соответственно, она соизмерима. Обычно бывает так, что на репутацию ты тратишь X денег, а приносит она тебе X2 и более денег. То есть если ты прорабатываешь репутацию, во-первых, у тебя удешевляется, ну, конверсия, ну, конверсия увеличивается из других каналов, и у тебя становится дешевле лид из канала, и привлеченный клиент становится из других каналов дешевле. Это первое, где ты получаешь дополнительную эффективность. И второе – это, например, если вы нанимаете сотрудников, то точно так же они смотрят ваши отзывы. Наймп сотрудников тоже стоит денег. Если вы не работаете своей репутацией, в том числе как бренд-работодателя, то вы просто платите гораздо больше денег, чем те, кто работает за привлечение нового клиента, сотрудника. Классно, интересно, спасибо, Кать. Ну, на самом деле, действительно, какие-то такие аспекты, казалось бы, ну, кому может быть важно там, ну, или, в смысле, в голову не приходит о том, что действительно какой-то отзыв, там, не знаю, недовольного там сотрудника бывшего, да, в конечном итоге может привести к каким-то, ну, рискам, определенным потерям именно с точки зрения, ну, там, выручки или там клиента, да. Так вроде бы на первый взгляд и не связываешь, а оказывается, вот эти вещи могут зависеть.